Всем привет! Сегодня я вас приглашаю на мою кухню и мы будем вместе с вами готовить всеми любимую лазанью. Для приготовления лазани я использую готовое тесто. У меня оно двух размеров, вы можете подобрать под размер вашей формы. Тесто бывает разное. У меня итальянское. Оно никогда не подводило, не разваливается и держит хорошую форму в готовом блюде. Все ингредиенты для приготовления лазанни я подготовила заранее. С помидоров сняла шкурку, обдав их кипятком и пропустила через блендер. Получилось вот такое вот пюре из помидоров. В кастрюлю или высокий сотейник мы добавили примерно 4-5 столовых ложек оливкового масла. В хорошо разогретое оливковое масло мы добавили фарш и будем обжаривать его буквально 4-5 минут. К фаршу мы добавляем лук и чеснок и все хорошо перемешиваем. После того, как лук немного обжарился, мы добавляем морковку и все хорошо перемешиваем. Обжариваем морковку еще около 10 минут. Добавляем нарезанную петрушку. Перемешиваем и добавляем 2-3 чайные ложки сахара. Сахар придает очень приятный вкус соусу. Он становится таким сладковатым. Сахар и соль вы можете регулировать по вкусу. Попробовав, если что-то будет мало, вы можете добавить. Добавляем соль и добавляем наши помидоры. Все перемешиваем. Оставляем тушиться. Около 10 минут понижаем температуру. Наш соус так вот медленно кипит на очень низком огне. Добавляем сухие травы. Можете использовать по вкусу, какие вам нравятся. Добавляем сливки жирные. Полное описание рецепта будет под видео. Уменьшиваем огонь. Накрываем крышку и оставляем тушиться на час-полтора. Консистенция должна быть похожа на готовую кабачковую икру. Пока наш мясной соус томится, мы начинаем готовить соус бешамель. Для этого нам нужно молоко, мука и сливочное масло. В сотейник или кастрюльку добавляем сливочное масло. Очень важно, чтобы масло было свыше 82%. Натуральное сливочное масло. Как только масло начало пузыриться, добавляем муку. И все интенсивно мешаем, чтобы не образовалось комочек. Начинаем добавлять тонкой струйкой молоко. И очень хорошо все перемешиваем. Если у нас будут образовываться комочки, ничего страшного. Потом их можем убрать через сито. Интенсивно перемешивая соус, мы избежали образования комочков. Соус начинает густеть. Добавляем щепотку соли. И немного черного перца улучшит вкус соуса. Все интенсивно размешиваем. И варим еще минут 5-6. До того, как получится такая тягучая консистенция. Еще буквально чуть-чуть и соус готов. Варим соус примерно 13-15 минут на слабом огне. До такой консистенции. Соль пробуйте на вкус, добавляйте. По желанию можно добавить мускатный орех. Я этого не делала. Начинаем сборку лазаньи. В предварительно смазанную форму сливочным маслом мы таким образом складываем тесто. Вторым слоем у нас идет соус. Вторым слоем идет мясной соус. Таким образом собираем оставшиеся слои. Мы собрали лазанью. Последним слоем у нас был соус и тертый пармезан. Сейчас я буду ставить в духовку предварительно разогретую. Вы можете использовать температуру и время, которое указано на пачке с готовым тестом. Вот такая вкусная и аппетитная лазанья у нас получилась. Выпекала я ее в духовке разогретой до 220 градусов. Сначала 15 минут. И еще 15 минут я ее выпекала при температуре 175 градусов. В конце я накрыла фольгой и выключила духовку еще на 10 минут. Вот наша лазанья готова. Пробуйте, экспериментируйте, радуйте близких. Не забывайте подписываться и ставить лайк, и вы будете в курсе всех наших новых рецептов. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok